ассалам алейкум братья и сестры один мой подписчик спросил как живет руслан куликбаев на что я ему ответил а кто это но когда я узнал кто это я просто был шокирован сегодня вы узнаете что стало с куликбаевым а также все подробности этой истории представьте тихая пустая улица на которой нет никого кроме вас и вдруг появляется человек с автоматом он медленно подходит к вам поднимает дуло щелкает затвором и смотрит в глаза в такую ситуацию 18 июля 2016 года попала сотрудница департамента полиции инесса капустьянова 28-летний руслан куликбаев устроил кровавую бойню в центре алматы он совершил вооруженное нападение на алмалинское рвд здание дкнб и налоговую департамента а в результате стрельбы погибли 10 человек незадолго до этого дня 16 июля инессе капустьянова исполнилось 56 лет в понедельник 18 июля она отправилась на никольский рынок чтобы купить продукты для празднования дня рождения в кругу коллег женщина на тот момент работала в отделе бюро несчастных случаев возле церкви неожиданно взлетели голуби инесса обернулась а вокруг никого с улицы резко исчезли все торговцы просящие милостыню люди гулящие горожане повсюду лежали брошенный товар и сумки я услышала бабах будто звон железа прозвучал подумала что с крыши что-то упало повернулась никого нет я не могла понять что происходит и почему исчезли люди вышла к пешеходному переходу а там парень с автоматом стоит перед арыком мы с ним стояли вдвоем стрелок направил автомат в мою сторону потом поднял дуло вверх перезарядил я не знала что дальше будет смотрела на него а он на меня так прошло пару минут потом он опустил автомат и пошел в сторону улицы джамбула вспоминала инесса что спасло женщину в тот момент неизвестно возможно то что по счастливой случайности она была в гражданской одежде а может алматинский стрелок не стал трогать инессу потому что она была одна и не представляла для него угрозы в тот момент женщина не испытала страха я увидела в его глазах спокойствие на лице абсолютно никаких эмоций так не бывает у обычного человека мне было не страшно наверное потому что я не совсем осознавала происходящее что произошло на самом деле и кем оказался тот парень с ружьем инесса поняла только когда подбежала к базару и увидела людей в панике я побежала на базар со стороны улицы виноградова люди кричали бегите бегите я забежала в здание там подруга в ужасе стояла говорит я думала он тебя уже убил и тогда мне стало плохо я подумала что если бы рядом стояла моя подруга наверное он нас обеих бы точно убил но одну меня трогать не стал почему-то мне сказали что я в рубашке родилась когда опомнилась увидела собр и постового я сообщила им что там стреляют они сразу же передали тревогу по радио встреча с серийным убийцей до сих пор остается в памяти до мельчайших подробностей добавила инесса мне все говорят что он мне сделал подарок в виде жизни или что я отпраздновала свой второй день рождения в тот момент однако всем интересно как сейчас живет руслан куликбаев но сначала я еще раз напомню летом 2016 года руслан куликбаев совершил вооруженное нападение на департамент кнб и отделение полиции алматы тогда от его рук погибли 8 полицейских и двое гражданских сначала куликбаева приговорили к смертной казни а затем отменили на пожизненный срок сейчас приговоренный находится в учреждении указ 161 дробь 3 в кастанайской области он отбывает в этой колонии пожизненное наказание как пишет сми куликбаев много читает смотрит тв и во время прогулки активно занимается спортом у него хорошие отношения с сокамерниками ни с кем не спорит и ведет спокойный образ жизни он не трудоустроен из-за отсутствия рабочих мест на территории указ 161 дробь 3 руководство учреждения дает положительную характеристику куликбаеву и отмечает отсутствие нарушения режима в его личном деле в этом же учреждении содержится и бывший рядовой погранслужбы владислав чилах осужденный за убийство сослуживца в 2012 году вот такая ребят история пишите что думаете всех уважает ценю всем пока